Фролов Денис Ивальдович, тренер команды США Rotor. Поздравляем вас с победой и поделитесь своими впечатлениями об этой игре. Так, ну что, считаю, что сегодня проявили характер, вот, одержали волевую победу. Я поблагодарил, как бы, ребят в раздевалке. Вот, так по игре, если так взять первый тайм, конечно, хорошо, как бы, не больше пропустили моменты, где нам были хорошие, вот, но выстояли, вот, а во втором тайме, я считаю, первые, там, 15-20 минут мы полностью переиграли, забили моменты, да, там где-то повезло на ошибки, но, как бы, везет сильнейшим. Сегодня мы, как бы, стали сильнее и выиграли. Скажите, пожалуйста, что вы в перерыве сказали футболистам, какие слова нашли, за счет каких слов они вышли и просто сыграли совершенно другой футбол? Ну, я сказал им так, ребят, что они не должны уступать в этих матчах, если вы хотите бороться за тройку, вот, я так понимаю, мы сейчас уже, как бы, поднялись повыше, поражение могло бы нас, наоборот, вниз опустить. Я сказал, что это ваша мотивация, чтобы вы шли туда только вперед и были в тройке. Ну, и последний вопрос, насколько классно в должности главного тренера? Ну, переживать нервительно, вот, поэтому ничего, нормально пойдет. Поздравляем вас с победой, удачи в следующих играх, счастливо. Прокопьев Дмитрий, игрок команды США Ротор. Дим, поздравляю с победой, поделись своими эмоциями об этой игре. Спасибо. Ну, эмоциями поделись, расскажи, что пошло так, как планировали, какие установки тренера выполнили, за счет чего удалось победить? С первой игре у нас не сдалось, в первом тайме проиграли по счету 1-0, потом вышли в втором тайме, Антон Беккер забил 3 гола, и с таким счетом мы закончили матч. Скажи, что в перерыве сказал тренер в раздевалке, что после него вы вышли и сумасшедше сыграли просто? Ну, этого я не знаю, я был на баночке сидел. Ты разминался, да, в это время, готовился помочь команде? Ну и последний вопрос, насколько Антон Беккер в порядке, что сегодня 3 отгрузил ставок? Мне кажется, он в полном порядке, забил 3 гола, просто вырвал победу. Я понял. Удачи тебе, Дима, я поздравляю еще раз с победой. Схавребов Валерий Чичакович, тренер команды Динамо Суор. Расскажите свои впечатления об этой игре. Ой, впечатления в первый тайм положительные, а во второй вообще, ну, я не знаю, что произошло после первого тайма. Ну, первый тайм играли в футбол, доминировали, все, могли забить еще там 2-3 мяча, а во втором тайме, не знаю, даже это надо будет разобраться с командой. Что, с чем связано отсутствие реализации в команде, потому что моментов большое количество, а голов, к сожалению, лишь один. Видимо, это индивидуальная работа, которую практически, может, не проводит тренерский штаб, поэтому, как бы, пацаны старались. Ну, вот, в индивидуальном плане чуть-чуть, ну, вот, реализации очень большие проблемы. И только этой игре, а еще до этого были моменты, когда то же самое не реализовали, так что надо с ними дополнительно работать в этом. Все, спасибо, удачи вам в следующих играх. Бегаев Аслан, игрок команды Динамо Суор. Аслан, ну, поделись своими впечатлениями, эмоциями об этой игре. Забили первым, все хорошо шло, потом, после первого тайма. Что-то не так пошло, сами не знали. Реализация, может, подвела. Скажи, пожалуйста, в начале второго тайма начали играть по счету, да, от обороны. Насколько сильно это помешало удержать разницу, преимущество в счете? Нам сказали, что надо 15 минут поборняться хорошо, а потом на контратаках и словить. Вот задача такая была. Скажи, ну и тот же вопрос, что и твоему тренеру. Что с реализацией у команды, сколько моментов создаете и так мало забиваете? Психология, наверное, не знаю. Я понял. Ну, удачи вам в следующих играх. Аслан, не расстраивайся, удачи. Аслан, не расстраивайся.